Всем привет, с вами Аломар, а это Cessna 172, но не с Гармином 1000. В этом видео мы посмотрим, как использовать Bendix King Autopilot на этом самолёте. Подобную панель автопилота вы можете найти в очень многих самолётах, и она достаточно сильно отличается в управлении от стандартного Гармина 1000 и встроенного в него автопилота. Как обычно, всё начинается с проверки. Для начала подключаем батарею и включаем авионику 1 и 2. И сейчас у нас этот автопилот произведёт селф-тест. Если всё пройдёт хорошо, если компьютер исправен, то вы услышите звуковой сигнал, и у нас появится здесь 0 футов в минуту. Первое отличие, которое у нас здесь есть, то что этот автопилот имеет свой статический порт, и поэтому нам надо отдельно устанавливать здесь давление. Для установки давления нажимаете на кнопку Баро, и затем накручиваете его о нового гекта Паскали. 10.17 установлено, дальше ничего не трогаем, и теперь у нас появилась стандартная индикация. Затем давайте проверим работу автопилота, для этого включим его, и посмотрим то, что штурвал у нас поворачивает направо, и теперь проверяем возможность его отключения. На кнопку. Обычно тест делается после запуска двигателя, так как для запуска двигателя отключают авионику. Не менее важная установка перед взлётом, это проверить Direction Indicator, который выставляется не автоматически, как в Гармине 1000. Вы должны согласовать курс полосы, курс на Direction Indicator, и курс на компасе. После взлёта, для включения автопилота, нажимаем кнопку AP, Autopilot, и у нас он переходит в режим Roll. В данном случае в МФС он просто выравнивает крылья и летит ровно горизонтально, а также переходит во Vertical Speed со вертикалкой 0 футов в минуту. То есть мы не набираем высоту летим в горизонте, и крылья, расположенные ровно относительно горизонта, выдерживаем текущее направление в высоту. Затем, для отключения данного автопилота, можно последовать также тремя способами. Первый, нажать на кнопку AP, Autopilot. Вторая кнопка находится на штурвале, красная кнопка AP, Disconnect Button. Нажимаем на неё, слышим характерный сигнал, автопилот отключается. И третий режим, это просто пересиливание автопилота, отклоняя штурвал влево, и автопилот отключается. Теперь давайте поговорим о горизонтальных режимах навигации. Первый режим, это обычный ролл. Летим ровно горизонтально, во указанном направлении. Следующий режим, это полёт на определённом курсе. Для его активации, мы должны нажать на кнопку Heading и установить определённый курс. Давайте влево 0.90 установим, и после этого активируем режим Heading. И сейчас автопилот, используя Standard Rate Turn, по идее, будет выходить на заданный курс. После активации данного режима, очевидно, мы можем продолжить крутить курс, и автопилот будет направлять самолёт следом за этот курс. Например, сейчас мы полетим на юг, на 180 градусов. Очень важно во время полёта, каждые 15-30 минут, сверять текущий фактический курс на магнитном компасе, и курс на Direction Indicator. Следующий режим горизонтальной навигации, это режим NAV, то есть, фактически, следование по GPS, если у вас установлен какой-нибудь забит полётный план. Одна важная особенность, то, что он будет использовать как GNS 530, как GNS 430, именно ту станцию, где у нас режим GPS включён, а также очень важно вот здесь проверить, то, что режим GPS также у нас активирован. Давайте сделаем спрямление на ближайший аэропорт, это у нас Орвск, линию заданного пути, появляется спрямление от текущей позиции на этот аэропорт. Здесь у меня включён режим GPS, здесь у меня включён режим GPS, и я здесь нажимаю режим NAV. Да, автопилот начал разворачиваться назад, и в какой-то момент времени лучше всего будет сделать просто спрямление от вашей текущей позиции вот таким способом на эту позицию, для того, чтобы текущая линия пути немного скорректировалась, и автопилота не вилял, пытаясь выйти на предыдущую линию пути. Если я вот здесь перейду в режим NAV, то автопилот перейдёт в режим базовый RAW, то есть обязательно проверяем то, что у нас здесь включён режим GPS, и вот здесь очень важно, тоже включён режим GPS, и только после этого он позволит вам следовать по LZP. Мы вышли на линию заданного пути, автопилот следует по ней с учётом поправки на ветер. Здесь мы видим наше время, здесь мы видим нашу дистанцию. Следующий режим навигации, это опять же следование по определённому радиалу. Для этого переходим в режим NAV, и также здесь на GPS включаем режим V-Log. После этого выставляем, либо до этого, нужную станцию, и видим то, что у нас отбился VR Octobre, радиал 41, дистанция 64 морские мили. И после того, как я установил заданный радиал, по которому я хочу лететь к этому VR, я опять же активирую режим NAV, и теперь у меня автопилот следует к станции Octobre, на хейдинге примерно 220, удерживая текущий радиал. Обычно для выхода на заданный радиал используется курс. Вы накручиваете нужный курс, и следуете просто до захвата радиала, потом активируете режим NAV. Но также может использоваться режим NAV, и тогда автопилот будет сам пытаться захватить данный радиал, следуя к нему под углом 45 градусов, что не всегда работает корректно, поэтому всё-таки лучше использовать курс. Это все режимы горизонтальной навигации, которые есть на данном автопилоте. Перейдём к режимам вертикальной навигации. Первый режим это очевидно не Pitch, а Vertical Speed в данном автопилоте. Удержание определённой вертикальной скорости. Для управления этой вертикальной скоростью нажимаем на кнопочку Down, и у нас здесь появляется 100 футов в минуту, и самолёт начинает снижение с заданной вертикальной скоростью. Либо также нажатием на кнопку Up, мы можем задавать вертикальную скорость для набора в режиме Vertical Speed. Всё просто и логично. Для того, чтобы предустановить определённую высоту, мы будем использовать дальний радиус этой крутилки, отвечает за 1000 футов, ближний радиус за сотни футов. Давайте установим высоту 5000 футов. А допустим я хочу не 5000 футов, а 4500 футов. 4500 футов. И для того, чтобы заармировать данную высоту, нажимаю на кнопку Arm. Но обычно после её выставления, автопилот сам армирует данную высоту. После того, как мы наберём эту высоту, с вертикальной скоростью, здесь у нас появится индикатор Alt, мы летим на высоте 4500 футов, и диспетчер нам сказал набирать эшелон 6.0. Для этого, очевидно, мы должны перейти в режим Vertical Speed. Для этого ещё раз нажимаем на режим Alt, деактивируем этот режим, и переходим в базовый режим Vertical Speed. То есть в отличие от Pitch у Garmin 1000, здесь базовый режим это VS и Roll. Затем мы выставляем высоту 500 футов в минуту для набора, и выставляем 6000 футов здесь. Готово. И теперь очень важно, так как нам сказали набирать эшелон 6.0, не 6000 футов, а эшелон 6.0, то нам нужно нажать на бар и выставить давление 10-13 гектапаскалей. 10-13 установлено, 10-13 установлено, набираем эшелон 6.0. Допустим, нам диспетчер сказал, курс справа 0.6.0, для этого мы накручиваем здесь 0.6.0, проверяем то, что у нас здесь без разницы на, в GPS, что угодно используется, хейдинг мы можем активировать всегда. Поворачиваем направо, и снижайтесь 2000 футов. Для этого мы проверяем то, что у нас установлено 500 футов в минуту, оптимальную скорость снижения, либо набора, либо если он скажет нам ускориться, то мы можем ускориться, и проверить то, что высота 2000 футов заармирована, а также проверить то, что местное давление QNH установлено, которое вам даст диспетчер. Здесь и обязательно на вашем альтиметре. После этого для захода по ILS нам надо переключиться в режим NAV, здесь активировать режим CDI V-Log, и установить частоту ILS, которая составляет 108.1 готова. Переключаем частоту в активную. Видим то, что у нас автоматически планки сдвинулись, U-WAR, и идентификатор ILS полосы 25. И теперь очень важно, несмотря на то, что это делается автоматически, ILS в принципе независимо от текущего хейдинга на CDI, нужно конечно установить тот курс полосы, на который мы будем заходить. Мы подходим к глиссадии курсовому, и для их захвата нужно активировать режим Approach. После этого у меня заармировался режим Approach Arm и Glide Slope Arm. Но есть одна такая небольшая особенность, то что для захвата их нужно переключиться в режим GPS, они начнут якобы выходить, а потом обратно вернуться в режим NAV, и самолет продолжит выходить на этот режим Approach, и сейчас мы по идее должны захватить и локалайзер, и в общем работает оно, скажу я вам честно, странно. Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, почему я должен перейти в GPS сначала, а потом NAV, иначе он просто спокойно проходил локалайзер и летел дальше, не активируя режим Approach. Хорошо, у нас режим удержания высоты, сейчас посмотрим, что будет, когда глиссада дойдет до нашего текущего положения. И да, глиссаду захватывается без каких-либо проблем, в отличии от режим Approach, где для того, чтобы его захватить, нужно зачем-то перейти в GPS, а потом обратно в NAV. Ладно, сочтем это за недоработку. Как видите, сейчас у нас режим Approach активен, и мы заходим по ILS, достаточно точно я вам скажу, на полосу 25. Мы летим вот здесь. Вот здесь у нас полоса 25, у меня все так же установлен ILS этой полосы, и я вижу то, что у меня есть локалайзер, но нету глиссады. Для захвата этого локалайзера обратным курсом мне надо активировать режим REF, то есть BackCourse Approach, так называемый, который используется очень часто в Штатах, там есть определенные минимумы профиля. Теперь переключаемся на GPS, переходим на NAV, и видим то, что этот режим REF активировался, и сейчас мы захватим обратный курс, BackCourse ILS 25, так называемый. В отличие от захода по ILS, здесь для корректного профиля есть определенные таблицы с расчетом этого профиля, но мы же переходим просто в обычный режим Vertical Speed в данном случае, и продолжаем снижаться со скоростью, допустим, 500 футов в минуту. И как вы видите, мы заходим, используя обратный курс ILS полосы 25, в режиме REF, REVERSE, либо BackCourse Approach, и идеально выходим на полосу 07, несмотря на то, что у меня используется локалайзер 25 и частота Т25 забита, но это, как вы видите, не проблема. Теперь вы с уверенностью можете сказать то, что знаете все режимы, и как использовать этот автопилот, и можете спокойно им пользоваться не только на Cessna 172, но и на других самолетах, оснащенных этим же автопилотом, а их в Microsoft Live Simulator огромное количество. Что ж, с вами был Аламарь, до новых видео, пока. После взлета для включения автопилота нужно нажать кнопку AP, Автопайлот. Режим, я хотел сказать. Ах!